Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поразмышляем над стихом из Третьей Книги Царств, 10 глава, 4 стих. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона. Образ этой царицы возникает в многочисленных преданиях, легендах, в иудаизме, в христианстве, в исламе. Все эти легенды увлекательны, как тысяча и одна ночь. Между тем, в Библии ей посвящено лишь 13 стихов в этой главе. Это таинственная гостья, которая приезжает из далекой страны. Вероятно, царство Савеев находилось между Аравией и Эфиопией на территории нынешнего Йемена. То есть ей пришлось проделать долгий путь для того, чтобы своими глазами увидеть славу царя Соломона. Конечно, по восточному обычаю произошла встреча, обмен благословениями, подарками. Царица загадала свои загадки, получила ответ царя и благополучно отправилась в обратный путь. Собственно, и вся история. Очень лаконичная, короткая, но она открывает необъятный простор для воображения, размышлений, новых толкований. Во-первых, речь идет о том, что мы стоим у истоков новой великой монархии. После смутного времени эпохи царя Давида, когда проливалось много крови, наступает эра мира. И главная миссия царя Соломона, его имя означает «мирный», построить в городе мира, в Иерусалиме, храм Богу, который тоже станет храмом мира. И начинается какая-то новая эпоха, и вокруг истории строительства храма в Библии возникает несколько побочных сюжетов, в которых рассказывается, что в строительстве храма участвуют мастера из окрестных стран. В поисках золота и драгоценных материалов гонцы пребывают даже в Южной земле, которая знаменита своим афирским золотом. И вот благодаря этим посланникам слава царя дошла до царицы Савской. Это повествование вызывает множество встречных вопросов. Кем была эта таинственная женщина? Например, некоторые мудрецы говорили, те, кто утверждает, что царица Савская это была просто женщина, тот не понимает ничего. Потому что они воспринимали ее как обобщенный образ, они считали, что это лишь персонификация царства. В действительности, что это царство Савеев пришло в Иерусалим для того, чтобы восхититься великолепием царя и поклониться Богу Израиля. Но все-таки будем читать этот текст буквально. В тексте сказано, что это царица, экзотическая личность, пришла из далекой страны. Не говорится, была ли она молодой, была ли она красивой, какого цвета были ее глаза, какого цвета была ее кожа. Понятно, что в традиции очень часто ее изображают темнокожей. Но Библия ничего об этом не говорит. Но зато в Библии всегда есть серьезные основания остерегаться, когда появляются чужестранцы, особенно если появляется чужестранная женщина, потому что она может оказать такое влияние на царя и на важных лиц и привнесет с собой чужеземные обычаи, как, например, царица Изавель. Но царица Савская совершенно другая. Она приходит из далекой страны, с богатыми дарами, возвращается в свою землю, никак не нарушив мирную жизнь народа. Более того, она отличается от всех других женщин своей внутренней свободой и каким-то царским достоинством. Потому что при дворе царя Соломона было очень много иностранных принцесс, наложниц, которые там жили постоянно и никуда не уезжали. Перед нами женский персонаж, свободный в своем передвижении, она по своему царскому усмотрению приезжает и уезжает, когда считает это нужно. Но обычно в преданиях, конечно, изображают молодую, очень красивую, очень богатую, влиятельную женщину. Можно предположить, что она приходит к Соломону одновременно с дипломатической миссией, например, чтобы заключить договор о беспрепятственном передвижении караванов или какие-то другие соглашения. Это очень мудрая царица. Она обладает блестящим умом и посвящена в искусство задавать и разгадывать загадки. Это излюбленные занятия мудрецов, которые одновременно это воспринимали как развлечение и как своего рода спортивное соревнование. Потому что во время застолья, пиршеств мудрецы соревновались между собой. Кто-то загадывал искусственные загадки, кто-то должен был предложить самые остроумные решения. Библия не сообщает никаких деталей, о чем говорили царь и царица и что между ними произошло. Но в связи с царицей Савской возникает, конечно, образ трех волхвов. Это тоже образ царей, пусть они не были такими великими царями, как эта женщина, но тем не менее это язычники, которые пришли поклониться новорожденному царю. И тоже эти фигуры язычников, которые возникают на переломе эпох и тем самым являются исполнением каких-то грандиозных пророчеств. Потому что действительно пророк Исайя говорит о том, что в мессианские времена далекие народы придут в Иерусалим и познают величие Бога. И действительно очень важно, что в этой истории царица Савская восхищается не просто человеческой мудростью Соломона, его остроумием, его проницательностью. Она понимает, что за этой мудростью стоит некто невидимый, непостижимый, стоит божественная премудрость. Именно поэтому они вспоминаются в Евангелии, тоже вспоминаются вскользь, но она олицетворяет собой языческий мир, который обращается к истинному Богу, язычество, которое познает истинного Бога. И тем самым она становится великим знаком суда и осуждения для тех, кто в своем народе отказывается принять Христа. И, конечно, существует проблема. Это слишком великая женщина, чтобы ее принять в простоте, как она и есть. Поэтому существуют многочисленные предания, в которых сообщаются, например, что она была великой царицей, матриархом, основательницей династии царей. Но, с другой стороны, была ли она простой, невинной, простодушной? В Библии можно угадать какие-то нотки иронии, потому что она не сразу поверила в то, о чем ей рассказывали гонцы. И поэтому она приходит с иронией и вручает подарки не в самом начале, как требует протокол. Но, как вы себе легко можете представить, когда речь заходит о молодой, красивой, богатой, великой царице, для патриархального сознания это всегда выглядит подозрительно. А не была ли она, например, колдуньей? Потому что есть и такие предания. Итак, прежде всего, это царица-матриарх. Существуют эфиопские, иудейские и христианские предания, в которых рассказывается, что после встречи с царем Соломоном она вернулась из Иерусалима непраздной. Через положенное время у нее родился сын, который стал основателем великой династии. Есть несколько версий того, кем был этот сын. Согласно одной из них, от этой встречи родился Новохудоноср, тот самый царь, который сотрет с лица Иерусалим вместе с храмом, построенным Соломоном. Согласно другим преданиям, от этого союза родился царь, которого царица назвала именем Менелик ибн Рахим, сын мудрости, сын милосердия, и он считается предком эфиопских иудеев. Он основоположник династии Соломонидов, правившей еще до недавнего времени в Эфиопии. Кстати, своими потомками царя Соломона и царицу Савскую считают и знаменитые ростофары, которые известны тем, кто интересуется культурой Ямайки. Но гораздо больше преданий относительно того, что ее образ был все-таки не очень привлекательным. Когда речь идет о слишком красивой и слишком могущественной женщине, это все-таки вызывает всегда некоторое подозрение и осторожность. И поэтому существует предание, в котором говорится о том, что когда царица Савская вошла в царский дворец, то она, конечно, испытала восхищение от ослепительного блеска, неслыханной роскоши, всего увиденного, чего она раньше никогда не видела. И когда ее пригласили в тронный зал, а пол в этом зале был устлан хрусталем, то ей показалось, что у нее под ногами вода. И она, как наивный персонаж, приподнимает края своих одежд для того, чтобы не замочить свое платье. И в этот момент царь Соломон увидел что-то. Существуют две версии того, что увидел царь Соломон. Одна из них более или менее невинная, другая более пикантная. Согласно первой версии, он увидел на ее ногах густой волосяной покров. И поэтому предание говорит, что он обучил ее искусству, прошу прощения, эпиляции. Согласно более пикантной версии, царь увидел, что вместо ступней у нее козье копыто. На что это указывает? Это означает то, что персонаж, который внешне выглядит привлекательным, но есть какие-то элементы уродства, все это указывает на то, что он несет в себе некоторый внутренний хаос, какую-то первобытную стихию, от которой он до конца не исцелился. И, конечно, такой персонаж не может вызывать доверие. В некоторых преданиях откровенно говорится о том, что она была колдуньей. Прекрасная, мудрая, смелая женщина предпринимает опасные путешествия, рискует жизнью для того, чтобы встретить чужого царя, увидеть другую землю. И нужно понимать, что в древности это не было простым занятием, потому что нет никакой гарантии, что тебя примут с распростертыми объятиями, с открытым сердцем. Вопрос открытости сердца — это всегда очень открытый и сложный вопрос. Вернемся к тому, что речь идет о царе Соломоне. Его имя означает «мирный». Его главная миссия состоит в том, чтобы построить храм Богу, и это будет храм мира в городе Иерусалим. Иерушалим — это тоже город мира. И страна, которой он правит, открывает с собой новую эру благоденствия, потому что он правит не просто с человеческим разумом, но с божественной премудростью и с божественным благоволением. Поэтому неудивительно, что его царство процветает, и он несказанно богат. Если царство его отца было омрачено кровопролитиями, то с воцарением Соломона настал конец лихолетию, народ вступил в новую идиллическую эру мира, и весть об этом доходит до великих персонажей, которые живут далеко за пределами Израиля. Именно так появляется на пороге Соломона царица Савская. Здесь, конечно, приходят на ум другие язычники, прежде всего язычники, которые возникают на страницах священной истории в переломные моменты. Например, тесть Моисея и Итро оказываются участником этой истории в тот момент, когда народ исходит из Египта. Рахав, услышавший о великих чудесах, которые Бог сотворил для своего народа, присоединяется к нему в тот долгожданный момент, когда народ вступает в землю обетованную. И вот царство Соломона, которое открывает собой новую эру, и одновременно это какое-то новое приглашение, новый знак, знамение и для языческих народов. Что касается царства Савеев, об этом народе говорили, что они были ударниками во всех смыслах слова. Во-первых, они были превосходными музыкантами, которые играли на музыкальных ударных инструментах. И вместе с тем это был народ победителей. Это были воины, которых невозможно было завоевать или покорить. Их царство славилось не только музыкальными инструментами, потому что есть предание, что в караване царицы Савской также были важные, прекрасные музыкальные инструменты, которые тоже необходимы для храма, но также золото и благовония. И, наконец, самое интригующее, что было в этой истории, конечно, загадки. Существует множество преданий, и известны примерно 22 загадки, которые царица задала царю Соломону. Загадка по своему жанру — это некая притча. Это не просто упражнение в остроумии. Загадки царицы Савской — это своего рода тест для того, чтобы познать, что лежит на сердце царя Соломона. Вот одна из этих загадок. Семь проходят, девять начинаются, двое дают пить, один пьет. Эта загадка должна раскрыть сердце того, кому она обращена. Соломон мгновенно дает ответ. Семь — это дни женской немощи, за ними наступают девять месяцев беременности, двое предлагают пить — это материнская грудь, один пьет — это новорожденный младенец. Итак, загадка была тестом на то, понимает ли собеседник, что настало время превратить кровь в молоко, превратить смерть в жизнь. Настало время строить и утверждать мирное процветание. И в ответ царица говорит, да, я вижу, ты великий мудрец. На что царь ей отвечает, дело не в моем разуме, премудрость не сходит от Бога. Вторая загадка, тоже не менее интригующая, что это за женщина, которая говорит своему сыну «Твой отец и мой отец, твой дедушка и мой муж, ты мой сын, я твоя сестра». Конечно же, это намек на дочерей Лоты из 19 главы книги «Бытия». Их отец пьян, и каждый из них родит для своего отца ребенка, которые тоже станут началом нового человечества. И здесь возникает аллюзия на то, что царица Савская тоже некоторым образом является родственницей царю Соломона, они происходят от общих предков. И когда в 13 стихе говорится, что царь Соломон дал царице все, что она хотела, о чем она просила, она искала премудрости, она увидела премудрость, она искала познание истинного Бога. И из этого познания, из этой встречи, из этой премудрости родилась династия эфиопских царей Соломонидов. Таким образом, царица Савская — это знак надежды на то, что мир возможен там, где царит благоволение, мудрость. И никакая справедливость, никакая правда невозможна, если нет этой полноты. Потому что в библейском языке слово «мир» означает не просто отсутствие военных действий, само по себе отсутствие войны еще не гарантирует ничего. «Мир» — это синоним полноты, процветания, счастья, благоволения, которые мы празднуем в рождественскую ночь, и о котором мы помышляем, когда сталкиваемся с такими персонажами, как царица Савская. На портале экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...